Ну, замечательный, конечно, контекст для встречи был вот это 80 лет в Истинномании. И основной рефрен всех речей крупнейших государственных деятелей был «Путин – это Гитлер сегодня». Это фактически произносили и Зеленский, и Макрон. Они как-то вынуждены подтянуться к ним, были по своей ритуре, и Байден, говоривший о том, что Украина в топсе тиран. В общем, так серьезно о Путине никто раньше не говорил. Вот иногда говорят, что это все слова, Макрон произносит однительные слова. Это смысл, который порождают новые нарративы, толкающие на новые решения и новые политические шаги. Фактически вот мы видели две вещи, две процесса здоровой конкуренции, как я это отмечал. Вы так осторожно называете Макрона лидером европейского сопротивления. Я вот его с 26 февраля громко называю лидером свободного мира. Вы же помните, в какой обстановке он произнес это свое первое выступление. Это самые одни из самых черных дней в Украине было. Полностью был заморожен пакет помощи, без всяких перспектив. И Украина отступала, голод снарядов. И Макрон произнес целый ряд решающих тестов. Но первый он сказал, что наша цель, цель Запада – это нанести безоговорочное поражение России. И он обрушился яростно практически на созданные американцами красные линии. Никаких красных линий. Это глупость, это слабость, невероятная слабость создавать красные линии, ограничивая себя в противостоянии противнику, ограничивая своего тирана, который не ограничивает себя ни в чем. Ну и вот мы… Я бы подбил такие крупные уже результаты вот этой деятельности Макрона. Ну, прежде всего, полностью выигранный ему Путина психологический поединок. Он обнулил один из основных инструментов. Основной, собственно, инструмент Путина, заставлявший Запад за шагом наступать – это его ядерный шантаж. Я бы, я не знаю, видели ли вы сегодня, я бы присрокупил к этим событиям в Париже сегодня срочно назначенную Путиным специальную форму своего выступления на этом так называемом Книжском форуме. Был вызван Караганов в качестве ведущего. Самый такой ядерный маньяк. Между прочим, единственный… Кстати, геничный алкоголик, между прочим, кто не был. Да, да, да. И по этой причине единственный убежденный маньяк. Остальные-то играют. Вот тренер, например, блестящий военный интеллектуал, генерал. ГРУ долгое время работал, очаровывал американцев, работал директором Санта-Карне, и близкий друг, между прочим, директор СРУ. Гарм, Гарм. Да, вот он с ним вместе бережен. Но он на работе, он занимается шантажом, понимает, что, как, может любой точкой зрения друг вывозить. А это действительно единственный яростно верящий в использовании идеально оружия и победы над Западом. И вот Путин специально его вызвал, показав, какой он мудак, и какой на его фоне, в общем-то, разумный, рациональный человек Путин. Он начал свою беседу, в общем, опустив его там по какому-то процедурному вопросу, хрюкает здесь что-то. Ну и далее все это продолжалось. Все это было предназначено для внутренней аудитории, потому что Путину надо было снять, объяснить своей внутренней аудитории, ответить на вопросы, которые уже три месяца идут в «Зет» в этих военкомских кругах и на шоу «Соловьёв». А почему мы не ударили еще ядерным морожием по Франции? Ну, если, бог с ними, если не ядерным, почему они нанесли удар страшными, не имеющими аналогов, кондициональными силами? Действительно, Макрон что сделал? В одном из своих первых выступлений еще, по-моему, в начале марта. Ну, он заявил, во-первых, что моя цель, это нанести поражение России военное безоговорки. Второе. А мои военные на случай уже присутствуют в территории Украины, так же, как британские. Наши специалисты, технические работники, обслуживают, предоставили нами ракеты британцев «Стон Шейдо». Забавно Путин их, и вообще все русские генералитеты, Игорь Михайлович Путин произносит «Стон Шейдоу». Ну, так, это детали. «Стон Шейдоу». «Стон Шейдоу» они произносят. Выучили сворочие. Неправильно, но выучили. Вот. Так, после. И, кроме того, он скромно добавил, у Франции есть ядер наружие. То есть он сказал, ты, горжаный ядер наружие, все, вот, пожалуйста, я тебе даю повод. Фактически я веду против тебя войну. Мои вооруженные силы там, и я не боюсь твоей наружие. Если ты серьезно, давай бей по мне, пожалуйста. Ну, и это вызвало, конечно, шок и отрезвление в российской, такой, патриотической среде. И вот для нее Путин устроил сегодняшний шоу. Он очень разумно оппонировал и выставлял в дурацком виде карагану. «Да мы никогда не угрожали ядерным оружием». «Что вы, это невозможно». «Мы выиграем, мы выиграем, мы выиграем у Запада конвенциональную войну». «А нам не нужно ядерным оружием». «Зачем нам не нужно?» «Мы выиграем конвенциональную войну». Но он забыл, ну, не забыл, конечно, он решил, что его аудитория забыла два... Ну, во-первых, бесконечный их спад, потому что он ядерный шантаж в течение десятилетия. Но самые последние шаги, кольцающиеся в этой войне, войны в Украине, ну, в сотый раз я напомню, но сегодня просто обязательно пресс-конференцию Путина в совместности с Макроном 6 февраля 22 года. Высший, я думаю, он пережил самый упорительный день в своей жизни. Он вернулся тогда вдохновлённый Си, который подтолкнул его на войну, убеждённый, что вот там через несколько недель он станет властелином мира. И он расслабился и, собственно, выбрал свою страшную тайну. Сказал, да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО, но у нас там есть х**ть что, сформаты, х**ки, гиперзвуки и аналогов в мире нет. То есть он чётко признал, что уступает на конвенциональном уровне, чем сам, а между прочим, идёт на войну со всем западом. Ведь Украина была небольшим фрагментом в войне, которую он объявил до этого ещё. Помните ультиматум этого толстоморода Олимпкова, кстати, куда он исчез? С 28 странам, 30 странам НАТО. И тогда собирайте ваши монатки и убирайтесь вон туда на линию Батрия-Жигашвили. Он был уверен, что Украина падёт за 7 дней, а потом на границе Балтии он размахивает ядерной бомбой, повторит свой ультиматум и Запад устрашённый отступит. И вот мы помним состояние Запада того времени. Отступил бы. Собственно, план был прекрасный. Ядерного шантажа и запугивания Запада только его сорвали украинцам. Битва при Гастомеле она лишила, собственно, исход и украинской войны, и всей Четвёртой мировой войны. А второй раз он открылся уже 24 февраля утром, когда он предложил украинской армии немедленно построиться и сдаться и с цветами встретить армию-освободительницу. А по поводу западных стран, он заметил, что если кто-то там посмеет помешать нашим историческим планам восстановления русского мира, то на их страны постигнут такие катастрофы, которые они знали о тысячелетних историях. Ну вот. То есть, сегодня было поставлено точкой в большом этапе войны. Он практически на официальном уровне признал, что он проиграл вот эту войну, войну за отбрасывание НАТО на уровне Дин-Дин-Дин-Дин-Дин-Дин, как он называет, 97-го года, захват Украины и так далее. Но он же и он сейчас ведет другую уже и теперь он же решает другую реализациональную задачу остаться у власти потерпевшей поражения в стране. Для этого ему надо вот ситуацию все-таки постараться продать населению и своему окружению, которое тоже начинает задавать скептические вопросы, как ну такую некую победу и по крайней мере почетную ничью. ну вот что он для этого делает, смотрите, и что, кстати, после сегодняшнего размазывания по стенке карагана никаких дополнительных доказательств того, что отразался от этого, понял, бесперспективность ядерного шантажа не надо, но я все-таки добавлю, ну, во-первых, ненадушная демонстрация презрения его шантажу на всех уровнях на Западе, ну, тоже Столтенберг заявил, когда взял какой-то вопрос, ну, Столтенберг вообще, он чиновник, он должен быть очень вырежен в своих оценках, давать какие-то консенсусные суждения, он просто посмеялся над этим, ну, что говорит, Путин нам, почему мы, почему не боитесь там очередного красного рейда, он нас давно пугал, и ничего не произошло, и мы спокойно относимся к его, или обсуждение в латвийском историческом парламенте законов о отправке военнослужащих на территорию Украины, на возражение некоторых депутатов, премьер-министр Латвии ответил, что вы, он каждую неделю угрожает отколомет, уничтожить, сколько можно обращать на это внимание. Вот, и смотрите, на меня большое впечатление тоже произвело выступление, мы с вами давно следим за некоторыми персонажами у Соловьева, их два, это генерал Бужинский, полковник Ходоренок, но мне, кстати, уже писали, что такое Бужинский, давно не на службе, так он в 10 раз главнее любого военнослужащего, генерала, ну, во-первых, он блестящий интеллектуал, генерал, он занимается историческими вопросами, Ходоренок и Бужинский такие смотрящие генштаба в нашем пропагандистском логове, как бы тех не занесло окончательно, и все время они их останавливали к эндоскептическому вещанию. Кстати, оба по-разному пытались и предотвратить полномочебную войну. Ходоренка мы помним знаменитая статью прогноза кровожадных политологов, а Евгений Петрович избрал тогда в 21-21 году такой свой путь сопротивления масштабам на войне, он просто заламывая руки, призывал, да не надо, не надо, давайте душить их экономически, экономически давайте душить их, не надо никакой войны, и так далее. Вот, а теперь очень четко оппонировал Соловьёву позволил себе два таких высказываний резких. Во-первых, первое, ядерная война немыслима, она приведет к гибели всего человечества. А второе, слушайте, пора прекратить, вот его словечко, необязывающие угрозы, пора прекратить необязывающие пустые угрозы. Он продемонстрировал тут же, какие им нужны. вы говорите, они собираются вести свою военную авиацию, но они же наверняка будут базироваться в основном на румынских и польских рамках. Давайте будем бить парадром. Это нормальный разговор военного эксперта. То есть, давайте будем вести конвенциональную войну. Такое у меня впечатляет. Да, и смотрите, какой веер новых угроз. Вот Буржинский назвал вот эту угрозу ядерно необязывающую, а вот возник целый ряд обязанностей. Смотрите, как изменилась та же вот, как это алкоголическая изменяя, Закарова, да. Она начала угрожать, да если англичане посмеют посылать летчиков, мы их будем уничтожать, вот, конечно, будут уничтожать угрозы. Если англичане и французы приедут на участвовать в той или иной форме, Теркарина, конечно, вы будете выяснить, что это не угроза, они при этом приезжают убивать вас и возможно умирать самим, это война. или вторая такие уже новые угрозы появились вчера. А вот, да, мы будем, уже не знают откуда, из какого пальца высосать, ядерная угроза запрещена, идем и сверху, а вот они будут посылать нам новые ПЭТи, а мы, наши специальные группы, будут на их территории взрывать заводы, где производятся эти ПЭТи. Ну и последняя самая феничка у них, а мы будем, они будут давать украинцам оружие современное, а мы будем давать современное оружие всем врагам Запада. Ну, там все. Об этом и надо, они вот грозят, грозят, тут в рамках этого, я извиняюсь, я перебил, послали какие-то там, не знаю, несколько судов к берегам Кубы, ну, просто это смешно даже выглядит, потому что все, кому могли дать Россия, да, хотя она сама нуждается в оружии, она уже и так давала, и так сотрудничала, что они, ядерное оружие хотят всем дать, так сдавайте, давайте. Нет, ядерное оружие боятся, но для какой-то попокринского такого драйва поставили подводную водку с ядерным реактором, ядерное оружие, ну, знаете, ну, собственно, слово ядерное звучало. Чтобы ядерное звучало, ну, дайте всем ядерное оружие, и Украина получит свою бомбу, вот и чем он. То есть, это очень важный результат деятельности Макрона, закрыта целая голова. Ну, это же вся война была рассчитана на ядерный шантаж. На ядерный шантаж, конечно. И теперь они признаны, что его у них нет. Ну, как он теперь переигрывает? Ну, вот сегодня очень спокойнее будет, коммерциональная война, да, он, как хочет остаться у власти? Ну, переформировать, переформировать определение победы. Что они сейчас делают? Они жесточайшим образом атакуют инфраструктуру энергетическую Украины и жилые кварталы. Значит, у них два сценария. Первое, просто таким давлением на украинское общество вынудить начать прислушиваться к советам доброходов на Западе, есть там такая агентура российская, так называемому корейскому сценарию. Ну, как их вы говорите? Ну, вот видите, какая Корея же, какая процветающая Корея Южная? Вот и вы можете так отдать им какие-то кусочки территории, но это будет ваша Северная Корея, а вы Южная Корея будете процветающим государством. Ну, во-первых, Южная Корея стала процветающим государством, потому что мне 50 лет оставались американские войска, несколько тысяч континентов и там нет. Вот, то есть у него две стратегии. Первое, вот таким давлением заставить какие-то разговоры, скорее, потом объявители, конечно, победы. А второе, если все-таки Украина не согласится, она наверняка не согласится, это так называемая концепция долгая война. Вот все время у него есть пропагандистская ящика выходит долгая война. Мы должны готовиться к долгой войне. Расчет вот такой, что есть тысячечки готовые линии соприкосновения. И в общем сейчас ясны две вещи, что эту линию не может прорвать ни одна, ни другая страна. Но об этом писал еще генерал Заужин в своей статье знаменитой ситуации с Первой мировой войной. Было две возможности прорвать эту линию. У украинцев в 22-м году во время наступления Харьковского Харьковского если бы у них было то повышение которое есть сегодня, которое все-таки потом шаг за шагом из Байдена вытащили, они бы прорвали эту линию и закончили войну. А второй недавний шанс если бы вот это шестимесячное шестимесячное 9 октября по 9 апреля пауза с вооружением продолжалась бы то могло бы проработать линию барона российской армии. Сейчас эта линия законсервирована но вот и Путин надеется что либо все-таки своими преступлениями против мирных жителей он все-таки заставит украинцев пойти на какую-то карьеру либо достаточно долго продолжать эту линию держать эту линию. Дело в том что украинская война и это прекрасно понимают два человека мне кажется извините нескромность Макрон и Пянтковский потому что кроме меня я его прямо тупо повторяю это уже три месяца как-то как-то не слишком широко распространять в точке зрения заключается в том что война русско-украинская война имеет две составляющих одна это действительно линия фронта которая практически заморозилась ее еще пробивать труднее еще чем в первой мировой войне по причине того что сейчас все при таком количестве дронов все знают все по своему противнике и никакие никакой гении Наполеона там Ганнибала Манштейна Жукова не может придумать никакие маневры которые позволили прорабатывать но есть вторая составляющая вспомните знаменитое определение Краулица Сент-Террус войны это Крымский полуостров в котором картина совершенно другая в котором Украина не обладая ни флотом ни вяц и даже в течение этой полугодовой паузы она превосходила там все время инициатива была Украина Украина фактически выгнала российский морской флот из Крымских портов и уничтожает там авиацию российскую которой как выяснилось нету против воздушной обороны и не хватает для полного и очень быстрого разгрома всей Крымской группировки просто превосходство в воздухе авиации вот мой тезь заключается в следующем что 100 ну хорошо бы максимум 100 но еще лучше 200 современных западных самолетов я не собираюсь зацикливаться именно на F-16 любых западных самолетов они они просто обеспечивают они решат две вещи ну просто они установят новый флазион фактически в Украине потому что современный западный самолет ну начиная с F-16 летающая крепость против воздушной обороны ну они просто дистанционно отгонят российские самолеты которые как правило еще на территории там России выпускают свои планирующие болганы содержащие живые кварталы это первое то есть снимет вот этот основной козырь Путина его возможность вести террористическую войну против коренского населения второе но они просто добьют дистанционно добьют беззащитную русскую группировку в Крыму из Крыма из Крыма придется уйти ну и Путину уже очень трудно будет назвать это какую-либо формой победы почетной еще ну я не буду так торгаться в детали просто я выскажу свое убеждение что падение Крыма вступление в Бетство из Крыма будет означать конец путинского режима ну Николай Первый был такой император он предвидел и он за два месяца до взятия Севастополя он умер ну считает что скорее это было похоже на самоубийство он постудился отказался лечиться ну вот Путину придется выбрать вариант инициатива Макрона с самого начала мне кажется почему посмотрите в каком вот я еще как математик вывести вот эту теорему о победе Украины из аксиоматики Макрона аксиоматика Макрона сейчас я перечислю первое Франции мы должны одержать победу победу над Россией безговорной кстати после этого он уже говорит не только от имени Франции от имени воссозданного Антанты Антант Кордиаль очень решительное заявление было со стороны Британии и Англии о воссоздании этого союза там тоже повторяются тезисы о поражении России даже слова напоминают некую клятву что будущее человечества сейчас будут судить нас Грекобританию и Францию по тому насколько мы справимся с этой миссией первое второе очень важно мои военнослужащие уже присутствуют это да обслуживающие эти ракеты третье заявление было я собираюсь послать военнослужащих во Франции во Франции в России тут он не граничив себя никакими там техниками советниками специалистами просто военнослужащими но понятно мне понятно совершенно с этим понятно что во первых пехотных дивизий у него и Европы нету тех которые могли бы заместить украинцев на линии фронта ну и в конце концов такие нагрузки для своего населения как достаточно серьезное количество жертв военнослужащих пехот и он при всем своем понимании задач необходимых выборов в Украине он не может себе позволить но есть более эффективный способ послать туда операцию и вот одно из важнейших заявлений Макрона в эти дни а еще самое главное не последовали и собственно пока его да они там у него они обедали в Зеленском встречались но еще не было переговоров а они же должны подписать видимо завтра это будет соглашение о гарантии безопасности Украины Украины же по решению на провальном для Украины прошлогоднем саммите НАТО как утешительный приз Украины было расследование что Украина с каждым членом Большой Семерки заключит соглашение о гарантии безопасности и заключение уже с амельчанами там голландцами которые с американцами а французами заключит вот завтра для него и он заявил что я готов послать миражин французские самолеты в в Украину так вот соедините два две из аксиона Макрона я готов послать техникам специалистов и я готов послать миражи а вот в кабинах этих миражей почему бы не появиться техникам специалистам а просто говоря пилотам а просто говоря военнослужащим он может послать миражи ну и послать несколько эскадрильев действующих французской армии вот мой тезис мой сенарь победы очень простой который я тупо повторяю уже три месяца надо отбросить вот к сегодняшнему дню отбросили уже все патриотические красные линии мы видели как из Байдена буквально ногами выбивали и Макрон и республиканские новые рейденовские республиканцы Мако Роджерс и Боже мой все время я забыл Торна Торна связи с комиссией по разведке и выбили из него максимальной дальности это все и выбили с какими-то дурацкими оговорочками которые он тупо продолжал еще Байден вообще в тяжелом состоянии не нравится мне в общем вряд ли он будет в списке для избирателей он ну да выбили из него разрешение уже Блинкин на него орал выбили из него это разрешение бить по территории России оружие он для чего-то еще в Париже где-то для чего-то прошал это не по Москве и Кремлю нельзя бить ну да ну не важно все пока не выбиты и вот и все появляется появляется что 200 самолетов нужно отбросить последняя последняя и самая ущербная красная линия которую мы недооцениваем очень долго это только почему только украинские пилоты должны присутствовать за шумовами да есть тысячи таких формальных приемов могут быть самолеты с летчиками на днях получивших второй украинский караган да и нечего только валять нужно просто присылать прекрасные нужно же не одиночные пилоты а слаженное подразделение французских экипаж экипаж миражи французские миражи британские тайфуны и шведские реплики кстати почему-то вот две эскадрильи тайфунов британских уже в Румынии появились ну как бы совместно ученик и так далее да важнейший рывок сделали конечно шведы несколько дней назад объявив что они отправляют в Украину вот эти два я их называю условно шведские аваксы по-моему название точно их A-Z-S-890 это такие лаборатории радарные но там уже никаких украинских пилотов быть близко не может потому что там экипажи там 6-7 человек экипаж очень специально подготовка то есть шведы конечно посылают эти самолеты с экипажами и я думаю что вот последнее заявление Макрона может быть они завтра скажут что-то более конкретно вот так сам за шагом Макрон ведет в открытой линии формула победы в Украине она очень проста 100-200 самолетов вне Украины западных нет никаких препятствий политических и ядерные бомбы уже Путин не машет он только они только кстати активнее вот эту мою версию обсуждают российские пропагандисты российские генералы пугают что мы будем бить трупы летчиков отправлять к Енисейскому дворцу и что генерал Бужинский заметил что мы будем бить парадром он понимает что эти самолеты будут базироваться конечно использовать украинские самолеты так как подлеты но ясно что они должны ремонтироваться базироваться на польских и румынистких все продумано остается только политические воли а никакого технической возможности противостоять вот этому сценарию проблемы нет